Всем привет! Вы на канале Blackroom и с вами Антон. Сегодня поговорим про Dolby Atmos и в частности о том, где брать фильмы с Dolby Atmos. Обсудим то, где брать фильмы на английском, ну и, конечно же, на русском языке об этом самом конце, поэтому досмотрите до конца. И хочу я начать с того, что немножко рассказать о самом Dolby Atmos и его применении дома. Друзья, если у вас нет хорошего домашнего кинотеатра, где у вас потрясающе классно звучит 7.1.5.1, то даже не парьтесь, потому что добавление каналов на потолке вам не принесет того удовольствия, которое вы получили, переходя, например, со стерео на многоканальную дорожку. И опять же, если у вас просто кинотеатр в гостиной, где у вас много голых стен, стекол, окон и музыка звучит там так себе, то добавление просто дополнительных каналов на потолок вам добавит очень мало эмоций, если добавить совсем. А можете даже еще сильнее нарушить ту картину, которая у вас была до этого, и создать еще большую какофонию. Поэтому я бы рекомендовал сначала заняться вашей основной плоскостью окружающего звучания, улучшить комнату, улучшить звучание акустики в помещении, то есть сделать какие-то поглощающие, рассеивающие панели, добавить, приглушить, так сказать, помещение, чтобы в нем уже было очень приятно смотреть 5.1.7.1, потом задумываться об Атмосе. Но это все лирика, а мы давайте все-таки перейдем к тому, где брать кино, где брать контент в Атмосе. И, кстати, чуть не забыл, все вот эти саундбары, виртуальные какие-то штуки, которые вам говорят даже в телефонах, сейчас есть Dolby Atmos, это все не то. Мы говорим здесь о нормальных выделенных колонках на потолке. Только они могут создать в купе со всеми остальными мерами вам достойный эффект от просмотра фильма в Dolby Atmos. Потому что все вот эти виртуальные штуки, которые поначалу появились, они просто дискредитировали Dolby Atmos. Колонки, которые отражают звук от потолка в сферическом домашнем кинотеатре, это все не работает. Только нормальный домашний кинотеатр, в котором уже играет 5.1.7.1, туда вы уже добавляете колонки на потолок, выделенные конкретные каналы, тогда это может получиться и подарить новый уровень в эмоциях. И я сразу хочу вас расстроить, друзья. Если вы хотите насладиться Dolby Atmos на русском языке, дублированный фильм посмотреть в хорошем качестве, вам прямая дорога только в публичные кинозалы, где все практически залы Dolby Atmos построены по проектам, которые сертифицировала компания Dolby, потом специалист компании Dolby приезжает и настраивает эти залы, и они в среднем все звучат очень хорошо. На четверочку, на четверочку с плюсом, иногда на пятерочку, по моим ощущениям. Поэтому идите, смотрите, наслаждайтесь кино в публичные кинозалы. Но мы здесь все-таки говорим про домашнее кино. И в чем проблема? Проблема в том, что на каких-либо носителях, на стримингах нету фильмов на русском языке в Dolby Atmos. Они есть, их очень мало. Но на дисках, например, вот этот фильм, который я держу сейчас в руке, «Герой» с Димой Биланом, это практически единственный фильм, который можно купить, где-то найти, где будет русская дорожка с Dolby Atmos. Ну и раз уж мы коснулись дисков, то диски и будут у нас первым источником, где можно брать фильмы с Dolby Atmos. Конечно, они будут практически все на английском языке, за исключением вот этого замечательного диска с Димой Биланом. Но, тем не менее, эти диски доступны, их можно покупать и официальные российские, заказывать за рубежом на Амазоне, у нас на Озоне, или просто в магазинах, где они до сих пор еще как-то продаются. Там вы получите максимальное качество. Одновременно и картинки, и звука на английском языке в оригинальной дорожке Dolby True HD с Atmos. Прежде всего, конечно же, я говорю о новом формате дисков. Это Ultra HD 4K Blu-ray. Именно на нем сейчас создатели и публицисты выпускают диски с максимальным качеством как картинки, так и аудиодорожек Dolby Atmos, DTS-X и иногда даже Aura 3D. Поэтому именно 4K диски стоит искать, чтобы гарантированно там увидеть логотип звука Dolby Atmos. И студии в настоящий момент стали специально диверсифицировать эти продукты обычный старый Blu-ray диск от дисков Ultra HD 4K, для того, чтобы продавать новые, соответственно, подороже. И поэтому они на них пихают максимальное качество видео и максимальные крутые аудиодорожки. А на обычном Blu-ray диске вы получите прежде всего старый формат картинки Full HD, SDR и, скорее всего, максимум формат DTS HD Master Audio и 5.1 либо 7.1. Причем это будет опять английская дорожка, а русская дорожка, скорее всего, будет записана в обычном Dolby Digital 5.1. И это прослеживается постоянно. Я вчера перебрал штук 10 дисков на Озоне. Везде только английский идет на Blu-ray в формате 7.1 DTS HD, а русский и все остальные языки просто Dolby Digital. Причем, скорее всего, даже битрейт будет самый небольшой, там 300 с чем-то килобит. Это, к сожалению, то, чем нас потчуют студии. Второй источник контента в Dolby Atmos и с хорошим качеством картинки — это сервера компании Kaleid Escape. Прежде всего, вы должны купить не так дешево стоящий аппарат, сервер с некоторым хранилищем данных, и потом уже покупать по подписке, либо просто отдельно взятые фильмы. Они скачиваются вам на сервер в максимальном качестве. Это будет, по сути, образ Blu-ray диска, иногда нечто другое, может быть, даже чуть выше битрейта. И там у вас тоже будет аудиодорожка в Dolby Atmos. Ну и, конечно же, она будет на английском. Третий способ посмотреть фильм в Dolby Atmos — это стриминговые сервисы. Причем здесь даже есть несколько сервисов, которые дают контент в Dolby Atmos на русском языке. Сейчас этих сервисов всего лишь два. Это ОКО и это Apple TV или iTunes. Вот в Apple TV фильмы появляются все больше и больше. Сейчас мы насчитали, там уже четыре фильма гарантированно лежит. А в ОКО эти фильмы были сделаны самой компанией ОКО, да, то есть она задружилась с студиями и сделала вот этот трансфер из официальных фильмов, которые шли в кинотеатрах. Перевела их в домашний формат, потому что студии этим, ну, просто не занимаются, получается. И сделала примерно 20 фильмов. И вот эти 20 фильмов уже почти два года там так лежат. Ничего нового не добавилось. Это касательно русских фильмов. Но, а если вы знаете английский и с удовольствием потребляете фильмы Dolby Atmos на английском языке, то вам подойдет и Netflix, вам подойдет и, соответственно, Apple TV, в коем уже практически все современные фильмы идут уже с дорожкой Dolby Atmos. Но одно большое ограничение здесь есть. Все стриминговые сервисы используют формат Dolby Atmos на базе кодека с сжатиями Dolby Digital Plus или Plus по-русски. То есть там идет именно уже некое сжатие наподобие обычного Dolby Digital AC3 или DTS. Оно с несколько более высоким битрейтом и в него подмешаны метаданные, которые как раз позволяют делать объекты и рендерить Atmos из вот этого сжатого формата. Но, тем не менее, это уже что-то и это уже есть, и это можно брать, пользоваться и получать удовольствие. Вот, собственно, и все три законных способа как-то получить Dolby Atmos у вас в домашнем кинотеатре. Но существуют, конечно же, и незаконные способы или не совсем легальные способы, о которых мне очень часто пишут в комментариях, типа вот раз, два, три и вообще я не парюсь. Да, друзья, существуют прежде всего, конечно, торренты. Торренты — это такая штука, когда вы берете, скачиваете маленький файлик, загружаете его в программку или к себе на NAS сервер, на накопитель, и он автоматически откуда-то там скачивает целый большой образ фильма. Ну или то, что там положил автор. На самом деле, торренты, они удобны тем, что вы можете не качать целый образ, например, 4K-диска, который доходит до 80 гигабайт и больше. А если за вас кто-то постарался и пересобрал этот образ в более компактную версию, может быть, чуть-чуть ее ужал, может быть, выкинул лишние аудиодорожки, вы уже сэкономите и на трафике. Поэтому можете скачать версию, например, на 30-40 гигабайт, получить то же качество картинки и нужную вам аудиодорожку. Это очень удобно, но это такое, понимаете, да, незаконная, как бы неофициальная штука, которая, тем не менее, все еще в ходу, особенно у нас в России. Ну и, конечно же, торренты — это не очень удобно, если вы не компьютерный гик, если вы не молодой человек, продвинутый со всеми гаджетами, которому как бы все эти вещи даются легко, а, например, вы уже в возрасте, вам хочется просто нажать на две кнопки, то есть еще один, на самом деле, не очень законный сервис — KinoPub и ему подобное. Я сам лично им не пользуюсь, кстати, точно не знаю, есть там фильмы Dolby Atmos или нет их там. По идее, они там быть могут, потому что ничего не мешает им иметь эту возможность и делать так, чтобы вы на своем устройстве могли смотреть KinoPub с Dolby Atmos. Поэтому, друзья, если вы являетесь пользователем этого сервиса или какого-то другого, расскажите в комментариях, как вам вообще Experience, есть ли там Dolby Atmos. Если вы пользуетесь каким-то другим пиратским сервисом, расскажите тоже о нем, есть ли там Dolby Atmos или просто 5.1.7.1, как, например, русские дорожки на всех официальных дисках. Будет очень интересно почитать и поговорим об этом в комментариях. Подытоживая все сказанное, хочется сказать следующее. Фильмы в Atmos, они существуют. Их можно получить достаточно просто. Есть удобные способы, которые со своими ограничениями, да. Есть способы менее удобные, которые, ну, имеют превосходное качество, но вам где-то надо пойти купить диск, например, да. Везде есть свои плюсы и минусы. Но так или иначе, особенно если вы знаете английский язык, вы контент сможете достать и насладиться им в вашем домашнем кинозале. Но, к сожалению, студии, которые делают дубляжи, которые делают и выпускают официальные диски у нас в России, не заботятся о том, чтобы люди, которые увлекаются, любят домашнее кино, имеют нормальные домашние кинозалы, кинотеатры, могли в максимальном качестве насладиться тем же самым фильмом, если они языка не знают. Здесь нужно бороться, писать петиции. Друзья, если вы со мной, давайте что-нибудь по этому поводу сделаем. Я с удовольствием поучаствую. Ну, а если копнуть еще чуть-чуть глубже, то, в принципе, Dolby Atmos это тоже не панацея. Это всего лишь самый распространенный формат для трехмерного звучания, для трехмерного звука и фильмов в этом формате на данный момент, который доступен для нас с вами. Ну, есть еще и Aura 3D, есть еще DTS-X и есть еще другие форматы, о которых мы обязательно поговорим в нашем отдельном ролике про пространственные форматы трехмерного звука. Поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте ставить пальцы вверх, если это видео было вам интересно, полезно. Нажимайте на колокольчик, если хотите не пропускать новые ролики. Они у нас выходят минимум два раза в неделю. А с вами был Антон, компания Blackroom и единственный в России YouTube-канал, на котором мы говорим всю правду о домашних кинозалах. Пока! Субтитры подогнал «Симон»